Чуть не разбилась на смерть. А Бреон всегда что-нибудь эдакое придумает. Вот кто гораст на всякие проделки. Помните, как он заманил Мадикин в прачечную, где жили привидения? А теперь мы приближаемся к кутору Катхульт, где живет Эмиль. А кто там стоит у калитки? Ну, конечно же, Альфред. Сегодня воскресенье и в Катхунте гости. Вот они уже подъезжают к дому, смотрите, и флаг уже поднят. Ну да, ну да, это мы так думали. Это же Эмиль поднял сестренку Иду наверх на флагштол. Вот и попала Эмиль опять в столярную мастерскую. Как и всегда, когда он мешалит. Но смотрите, Эмиль вовсе не в столярке. Он давно оттуда перебрался в кладовку с продуктами. Вот он там развалился на полке и спит. А что это вокруг него? Не колбасная ли это кожура? Другую проделку Эмиль учинил на второй день Рождества. Он пригласил в гости в Катхульт всех старых голодных людей из приюта для бедняков, чтобы они хоть один раз наелись досадом. Вы заметили, что мы летим? И огоньки там внизу. Это должно быть Стокгольм и Фассастан. А это дом, где живет малыш. И вот он сидит там у окна и ждет Карлсона, как всегда. Вы помните, что Карлсон это умный, красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. И он прилетает, когда ему вздумается. Он живет в маленьком домике на крыше. Ну-ка посмотрим, как он там устроился. Ой-ой-ой, какой ужасный беспорядок! Штучки-дрючки! Поехали-ка поскорее отсюда! Ой, что с нами случилось? Мы стали совсем крошечными. Такие же крошечные, как крошка Ниль с Карлсом. Он был совсем маленький, не больше, чем мальчик с пальчиком. И жил под полом, под кроваткой Бертин. Там он снимал квартиру у одной противной крысы. Бертин тоже хотел стать таким же крошечным, как Ниль, чтобы играть с ним. Вы только представьте себе, как это замечательно. Стать таким малюсеньким, что можно купаться в блюдечке из-под варенья. Ой, какая гроза! Мы в темном лесу. Все ясно, мы в лесу Матиса. Там, где прячутся разбойники. Вот они там вдалеке. Смотрите, здесь за камнями живут коварные серые гномы. А там лохматые тюхи, прямо под корнями деревьев. А это кто? Это Роня и Бирк. Они живут теперь в медвежьей пещере, чтобы их все оставили в покое и чтобы не участвовать в больших ссорах между бандой Матиса и бандой Борки. Вы слышите, разбойники Матиса стоят около пропасти и просто бесятся от злости, потому что разбойники Борки заняли другую половину замка, по ту сторону. Но в конце концов они все становятся друзьями. А когда наконец наступает весна, Роня может накричаться в сласть. Вы слышите ее весенний крик? Смотрите, Юнатан взвалил на спину своего больного братика по прозвищу Сухарик и вот-вот выпрыгнет с ним в окно. Юнатана больше нет. Он погиб, когда спасал своего братика, и бедный Сухарик остался один. Но однажды вечером прилетел белоснежный голубь и уселся на подоконнике. Сухарик сразу понял, что это Юнатан. Юнатан рассказал Сухарику о стране Нангияле. Туда попадают дети, когда умирают. Когда Сухарик умер, он тоже попал в Нангиялу, в вишневую долину. Там он встретил Юнатана. Смотрите, вон он там сидит с удочкой. Представляете, как Сухарик обрали? В Нангияле есть и другая долина. Долина Шиповника. И там нет ни счастья, ни свободы. Там правит жестокий Тенгил и злая страшная дракониха Катла. А вот и добрый дедушка Матьес. Это у него прятались Юнатан и Сухарик перед тем, как отправиться в страну Тенгил. Смотрите, их путь идет через мост на страшном водопадом Карму. Вот здесь-то братья и увидели в первый раз дракониху Катлу. Это была настоящая дракониха из первобытных времен. Потом был последний бой, и долина Шиповника стала опять свободной. Но Катла обожгла Юнатана своим огненным дыханием, и он совсем не мог больше двигаться. Смотрите, вот они сидят там на скале над пропастью. Юнатан рассказывает о другой прекрасной стране, Нангелиме. Вы помните, что сделал Сухарик? Он взвалил своего брата на спину и прыгнул с ним в пропасть. Туда, к свету, в Нангелиме. Юнатан, это ты, Сухарик! Нангелима, это ты, Сухарик! Субтитры сделал DimaTorzok